Всех ли категорий граждан это коснется и не станет ли больше бездомных? О новой инициативе подробнее мы поговорим с Вячеславом Курилиным, руководителем проекта «За права заемщиков». Сейчас он на прямой связи с нашей студией. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, многое зависит от квадратных метров, а жилищные нормы каждый регион определяет самостоятельно. Вот какие нюансы будут для нашей области? На сегодня действительно разговор идет о том минимуме, который устанавливается. У нас это 17 метров, по России есть от 14 до 18 метров. Размер, который минимальный и необходим для проживания. Хорошо, а на практике как это будет выглядеть? Нужно понимать, что закон содержит такое понятие, что у человека квартира, которую можно реализовывать, она должна на каждого члена семьи, который совместно проживает с должником, превышать в два раза минимум. То есть, если 17 метров, допустим, минимальный размер, 4 члена семьи, то мы понимаем, что это уже 68 квадратных метров. То есть, если квартира менее, то ее нельзя продавать. Более того, если от продажи этой квартиры по стоимости, которая устанавливается в регионе по годастовой стоимости, у людей не останется жилья для того, чтобы купить себе достаточное по минимальным требованиям, то ее тоже нельзя продавать. А вот вам не кажется, что этот проект очень спорный? Он может превратить в бомжей тех, у кого и так денег нет. Сейчас же есть отработка долгая, работая, к примеру, дворником. Ни в коем случае. Вот эти аргументы о том, что будут какие-то подселения, будут какие-то коммуналки, нет об этом речи. Это, повторюсь, затронет очень немногих людей. И в основном я очень часто сталкиваюсь с людьми с должниками, которые имеют значительные обязательства. Как правило, у них жилье именно незначительного размера. Их это вообще не коснется. Это люди, у которых осталось по каким-то причинам достаточно дорогое жилье. Оно должно быть не только по площади большое, но еще и дорогое. То есть оно, в принципе, должно быть в два раза дороже того, которое они могут купить на остаток. То есть предполагается, что, например, можно обратить взыскание на единственное жилье, если квартира стоит, например, 7 миллионов. И при этом суд сможет указать, что 3,5 миллиона будет отдаваться должнику для того, чтобы он купил другое жилье. Только в этом случае, то есть при такой пропорции. И кто же будет заниматься продажей и покупкой новых квартир? В России только служба судебных приставов занимается подобными вопросами. Понятно. Вячеслав, а вот эти поправки, они касаются квартир, купленных в ипотеку? Нужно понимать, что ипотечная квартира, она и так предполагается, что если будет просрочка, на нее может быть обращено взыскание. Поэтому ипотечные квартиры вообще не затрагиваются этим законом. Еще нужно понимать, что в той редакции закона, который есть на сегодня, предполагается, что он будет действовать на вновь возникшие отношения. То есть вновь возникшие долги. Кроме случаев, когда мы говорим об алиментах или об ущербе. Спасибо за ваши ответы. Напомню, на связи с нашей студией был Вячеслав Курилин, руководитель проекта «За права заемщиков». Мы говорили о новом предложении Минюста забирать жилье за долги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!